Вести Карачаева, Черкесия В этом году в Карачаево-Черкесии стартует капитальный ремонт и строительство 20 объектов здравоохранения. Об этом написал руководитель региона Рашид Темрезов. В текущем году стартует капитальный ремонт четырех медучреждений – участковая больница в ауле Джигута, поликлиники Хабейской центральной районной больницы, амбулатории в селе Важном и врачебной амбулатории аула Инжич Чукон. Взамен ветхих зданий фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов будут построены 16 новых объектов первичного звена здравоохранения, оснащенных необходимым современным оборудованием. Вместе с тем в текущем году распахнут свои двери обновленное здание поликлиники Малокарачаевской центральной районной больницы, а также новые врачебные амбулатории в Преградной, Октябрьском и ФАП в Учкулане. В Карачаево-Черкесии в рамках программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов выполнен ремонт в 48 многоквартирных домах. В частности, в 10 многоэтажках заменено 33 лифта, в 11 проведен ремонт фасадов, в 7 отремонтированы внутридомовые инженерные системы и в 20 домах проведен ремонт крыш. В текущем году ремонтные работы пройдут в 30 многоквартирных домах Карачаево-Черкесии. 522 многоквартирных дома отремонтированы с момента действия программы. Около 3 миллионов квадратных метров жилья планируется ввести в эксплуатацию на территории республики до 2030 года. В рамках реализации национальных проектов и государственных программ запланировано ввести в эксплуатацию 2 миллиона 680 тысяч квадратных метров жилой площади и достигнуть по показателю средней обеспеченности населения республики общей площадью жилых помещений значение 30 квадратных метров на человека. В период с 2011 по 2021 годы общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя региона, увеличилась почти с 19,5 до 22 квадратных метров. За этот период введено в эксплуатацию более 1 миллиона 700 тысяч квадратных метров жилья. В ближайшие пару лет в Черкесске должны быть благоустроены около 50 дворовых территорий. Это примерно треть от общего списка поданных заявок на капремонт и создание комфортных условий для отдыха. В настоящее время представители мэрии занимаются процессом согласования дизайн-проектов, сообщил исполняющий обязанности начальника отдела жилищного контроля управления ЖКХ мэрии Черкеска Магомед Джанибеков. С 20 июня по 20 июля мэрия города Черкеска был объявлен сбор заявок для отбора дворовых территорий, которые подлежали благоустройству 2023-2024 года. Всего было подано 162 заявки, из них комиссия была отобрана на 50 заявок. Благоустройство вообще проходит по минимальному перечню. В минимальный перечень входит ремонт проезжих частей, обустройство пешеходной зоны, установка скамеек, урн, освещение детской площадки. В рамках реализации государственной программы развития культуры и туризма на 2013-2020 годы в селе Первомайском Алакарачаевского района появится свой дом культуры. Строительство объекта с залом на 250 мест практически завершилось. Новый дом культуры помимо зрительного зала будет оборудован залами для занятий танцами и музыкой, обучения игре на национальных инструментах. Дом культуры будет адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Подробности сообщил глава Первомайского сельского поселения Альберт Байрамкулов. В свое время непосредственно с администрацией района было обращение к главе республики Рашид Париспевичу Тимрезову о строительстве нового дома культуры, которое он всецело поддержал, дал поручение, чтобы подготовили проект. И фактически это здание построено с нуля, полностью была подготовлена проектно-осметная документация. В этом году в Карачаево-Черкесии на выплате переехавшим в село медработникам направят почти 30 миллионов рублей. На единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет и прибывшим на работу в сельский населенный пункт предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 28 миллионов рублей. Кроме того, к федеральной выплате по программе «Земский доктор» введена еще дополнительная региональная выплата в размере 100 тысяч рублей. Федеральная служба судебных приставов России запустила голосовой бот с технологией искусственного интеллекта для дистанционного обслуживания граждан. Полина, это имя цифрового помощника, доступно по номеру 8 800 303 0000 круглосуточно и готова ответить на любые вопросы. Об этом рассказала заместитель начальника отдела управления Федеральной службы судебных приставов России по Карачаевой Черкесии Лариса Байчорова. Реализация проекта позволит повысить доступность сервисов СССР, позволит повысить качество обслуживания граждан, а также увеличить количество консультаций, что будет очень удобно для граждан, не посещая службу судебных приставов и различные структурные подразделения, получить информацию, не выходя из дома. В случае, если ту информацию, которую предоставил, будет недостаточно, любой гражданин может обратиться на единый номер группы телефонного обслуживания. Там его свяжут с конкретно интересующим судебным приставом и исполнителем. С 1 февраля будут проиндексированы размеры некоторых социальных выплат инвалидам, ветеранам, героям СССР, России, полным кавалерам Ордена Славы, героям социалистического труда, героям труда страны и полным кавалерам Ордена Трудовой Славы, а также гражданам, подвергшимся воздействию радиации. С учетом сложившегося за 2022 год индекса потребительских цен, индексацию выплат, пособий и компенсаций планируется провести на 11,9%. Будет проиндексирован размер материнского капитала. В частности, размером от капитала на первого ребенка составит 586 тысяч рублей, на второго и последующих детей, рожденных после 1 января 2020 года – 775 тысяч рублей. Новую социальную выплату начнут получать и медработники. Первые выплаты за январь текущего года им перечислят уже в феврале. Лесоводы Республики восстановили свыше 13 гектаров леса, а за последние годы в целом свыше двух сотен гектаров. Проведены работы как по искусственному лесовосстановлению, так и по содействию естественному лесовосстановлению. А для того, чтобы в Карачаево-Черкесии всегда были запасы лесных семян, в прошлом году создан лесной питомник площадью 6 гектаров. Кроме того, в рамках проекта «Сохранение лесов» для защиты от лесных пожаров дополнительно в этом году закуплено 5 единиц лесопожарной техники. Всего в регионе за последние 4 года закуплено 32 единицы спецтехники. Чуть больше 4 месяцев осталось до начала итоговой аттестации в виде ГИА и ЕГЭ. Выпускники 9 классов должны будут сдать 4 экзамена. Это обязательные к сдаче русский и математика, а также 2 любых предмета на выбор. Для них срок подачи заявления на сдачу итоговой аттестации заканчивается 1 марта. Выпускникам 11 классов предстоит сдать 2 обязательных экзамена – это русский язык и один из двух уровней математики – базовую или профильную. Плюс в заявлении необходимо указать другие предметы, которые понадобятся выпускнику для поступления в ВУЗ. Выпускники с ограниченными возможностями здоровья предоставляют справку об установлении инвалидности или же заключение Центральной медико-психологической педкомиссии, где прописываются условия, которые необходимо создать ученику при сдаче итоговой аттестации. Об этом и многом другом сообщила директор регионального центра информационных технологий Светлана Кулакова. Подача заявлений возможна после установленных сроков, не позднее, чем за 2 недели до проведения соответствующих экзаменов. Но для этого нужна уважительная причина, подтвержденная документально. Участники пишут заявление, прикладывают документ, подтверждающий причину, почему они не могли подать своевременное заявление. Это все рассматривается на заседании Государственной экзаменационной комиссии и принимается решение о том, допустить такого участника к зачи экзаменов или нет. В регионе эпидемическая ситуация по ОРВИ гриппу по-прежнему соответствует времени года. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями остается высокой. И тем не менее, по итогам прошлой недели, превышение эпидпорога заболеваемости среди совокупного населения не зарегистрировано. Показатель составляет 21%. Всего официально за неделю зарегистрировано 955 случаев заболевания ОРВИ. По сравнению с позапрошлой неделей, прирост положительный, показатель составил 12%. Причем прирост отмечен во всех возрастных группах, за исключением взрослого населения от 15 лет. Наибольший уровень прироста в возрастной группе детей до 2 лет. Фотохудожник из Карачаева, Черкесии Ринат Урусов принял участие в биеннале современного искусства Кавказа в Нальчике. Выставка открылась в павильоне сквера «Столетие Кабардино-Балкарии» и продлится в течение месяца. Свои работы также представили более 40 художников России, США, Турции и Саудовской Аравии. О своих работах и передвижной выставке расскажет сотрудник службы СМИ Карачаева-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева Ринат Урусов. Работа связана у меня с депортацией. Это наши бабушки, дедушки, которые буквально с первых дней пережили всю депортацию от начала до конца. И несмотря на то, что они испытали немыслимые испытания, которые пришлись, они не только пережили, они еще и вернулись на свою малую родину спустя 14 лет. И вот как раз в этих портретах, которые представлены, там есть портрет дедушки, который живет у нас в ауле Карджорт, это Карачаевский район. И бабушка, к сожалению, она уже не с нами, она скончалась. Вот в первую волну ковидную бабушка из аула Учкулан. И как раз я хотел передать, что несмотря на то, что пережили эти люди, пережило наше поколение старшее, просто посмотрев в глаза, ты понимаешь, что эти люди, несмотря ни на что, они перенесли действительно настоящую искреннюю теплоту. К сожалению, таких людей все меньше и меньше. И вот этим проектом, который я отдельно назвал «Внутренний свет», то есть это серия фотографий под таким названием, и вот этот внутренний свет, к сожалению, потихоньку гаснет, потому что с каждым днем этих людей все меньше и меньше, и ценность этих людей, этого поколения, этого времени, оно будет только расти с каждым днем. В эти дни в выставочном павильоне Карачаева-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника проходит выставка «Уникальное культурное наследие народов Карачаева-Черкесии». Выставка знакомит с основными занятиями, образом жизни и традициями народов республики. Об этом рассказала старшинаучный сотрудник сектора современной истории музея-заповедника Ольга Холодова. Для посетителей представлены этнографические материалы, рассказывающие о духовной и материальной культуре субъектообразующих народов нашей республики. Это предметы быта, изготовленные из дерева, керамики и металла, вышитые платки, ювелирные украшения, такие как нагрудники, пояса. Все это дополнено этнографическими фотографиями конца XIX – начала XX века фотохудожника Дмитрия Ивановича Ермакова. В Нальчике прошло первенство Северокавказского федерального округа по самбо среди юношей и девушек. Копилка республики пополнилась медалями различного достоинства. Призерами в своих весовых категориях стали Азамат Чучаев, Айдар Батруков, Амиран Джутов, Камир Гулануков, Амалик Сурхаев, Султан Айбазов, Ислам Аслануков, Роман Шавкань, Алан Казиев и другие. Победители возрастной категории от 14 до 16 лет попали в сборную команду СКФО для участия в международном юношеском командном турнире по самбо-победа в Санкт-Петербурге. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаевой Черкесии ожидается переменная облачность. Днем в горах, местами небольшие осадки, дождь, мокрый снег и снег. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 2 до 7 градусов. Утром на дорогах местами гололедится. В горах местами минус 3, плюс 2, свыше 2,5 тысяч метров сохраняется лавиноопасность. В Черкесии без осадков ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 5 градусов. Это все новости к этому часу. С ними я вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч.